Здравствуйте! Вы смотрите телеканал БТБ. Это «Национальный интерес». Меня зовут Николай Матвеев. Сегодня в программе мы будем говорить о роли Европы, мирового сообщества в возможном разрешении конфликта между Украиной и Россией. Об этом говорить будем с нашим гостем, международным экспертом Николаем Воробьевым. Николай, здравствуйте! Добрый день! Николай, сегодня можем говорить о конкретном видении той ситуации, в которой конфликт может считаться исчерпанным. Вот та точка переломная, когда мы сможем говорить, что между Украиной и Россией конфликт окончен. Что должно произойти? Я думаю, что мы как минимум должны вернуться на позиции конца февраля 2014 года. Россия должна вернуть Крым, они должны вывести свои войска с Восточной Украины. Ну а какую роль в этом процессе урегулирования, решения конфликтов на сегодняшний день играет Запад, вообще все мировое сообщество? И что еще может сделать, кроме того? Я бы разделил, наверное, международную ситуацию на следующие такие пункты. То есть 50% того, что происходит, это роль Киева, 40% это роль Запада и 10% это роль тех людей, которые дестабилизируют ситуацию в восточных регионах, в том числе и России. Что же касается тех шагов, которые мы, сигналы, шаги, действия, помощь, которые мы получаем от мирового сообщества, они на сегодняшний день просматриваются? Мы можем их, по сути, каталогизировать каким-то образом и говорить, что какие-то шаги эффективны, какие-то нет? Я думаю, что во многом шаги эффективны, они логичны, главное. То есть если рассматривать позицию визита нашего президента на прошлой неделе в Европу, то можем, конечно, это заметить. Запад уже предоставил довольно много помощи для Украины, но, наверное, самая главная помощь это санкции против России. И, несмотря на то, какими они болезненными являются в двух сторон, не только для России, но и для Запада, их все равно продолжают, ими не только продолжают угрожать России, но их продолжают, так сказать, имплементировать, внедрять. Саму встречу в Нормандии во время торжеств, посвященных 70-летию высадки союзнических войск, можем на сегодняшний день комментировать результаты этой встречи? Они каким-то образом сказываются на ситуацию в Украине? Я думаю, что события на прошлой неделе войдут в учебники истории, как знаменательными вообще, в истории Украины, вот так вот, и, наверное, всемирной. Потому что мы узнаем о том, что было три встречи на прошлой неделе. Первая – это встреча президента Обамы с еще не президентом Порошенко, это было в Варшаве. А вторая встреча – это саммит Большой Семерки, который должно было проходить в Сочи в рамках Большой Восьмерки. Мы знаем, что Россию не пригласили. И третья встреча – это непосредственно Нормандия в 70 лет празднования высадки союзных войск. И каждая встреча является, безусловно, знаменательной. И я думаю, что она прошла максимально эффективно для Украины. Сейчас главная для нас цель – это прекратить кровопролитие, прекратить вооруженные столкновения в восточных регионах и сесть за стол переговоров. В любом случае, какие бы ни были ребята, которые говорят никаких переговоров с террористами и тому подобное, мы прекрасно понимаем, что если мы не начнем разговаривать, как минимум, то ситуация на Востоке затянется на годы. Потому что фактически окраница сейчас дырявая, и туда проскакивает все больше и больше боевиков. То есть, если Россия продолжит их в дальнейшем снабжать, у нас будет больше крови, и мы понесем большие потери за это время. Поэтому нужно договариваться. Николай, все говорят, нужно договариваться, диалог очень важен. Вопрос, с кем сегодня на Востоке вести диалог? Кому с кем говорить? К этому уже пришло соглашение, что представитель России должен приехать. Вот уже буквально с вчерашнего дня, так сказать, должны уже были начаться переговоры. Но здесь ситуация не такая однозначная, как она кажется на первый взгляд. То есть, мы сейчас смотрим уникальное событие, которое не является только конфликтом между Россией и Украиной. Это, наверное, конфликт между Россией и Азией, и Европой, и всем цивилизованным миром, и Западом, и США. Потому что, ну вот, некоторые цифры. Допустим, кому нужно прекращение конфликта в Украине? Наверное, в первую очередь это нужно России, которая уже потеряла порядка 200 миллиардов долларов, в том числе 80 миллиардов инвестиций. Россия скатилась по экономике на послекризисный 2009 год. Они несут большие потери. Сейчас на столе у Обамы третья волна санкций. Что значит третья волна? Это первое, удар, так называемые sectoral sanctions, секторальные санкции. Это два сектора, которые коснется России. Первое, это оборона, оборонный сектор, военно-промышленный комплекс. И второе, это энергетика. То есть, санкции уже будут конкретно бить по вот этим двум направлениям. То есть, это эмбарго, возможно, на экспорт нефти. Это запрет на поставку каких-то деталей для вооружения и тому подобное. То есть, мы можем понимать, что Россия сейчас находится под огромной угрозой. С другой стороны, в Европе две главные страны, ключевые игроки, это Франция и Германия. Мы прекрасно понимаем, что касается Франции. Это рынок России, они занимают, для России они занимают пятое место. Россия для Франции занимает двенадцатое место. Для Германии одиннадцатое место. То есть, это миллиарды долларов товарооборота. И санкции, конечно, бьют по двум сторонам. Как и по европейской части, так и по самой России. Поэтому все прекрасно, все начали уже понимать, слава богу, наверное, Россия начала понимать, что война, военные действия невыгодны в глобальном мире никому. Но, с другой стороны, мы слышим позицию России о том, что российских войск в Украине нет, нет никаких специалистов, нет никаких наемников российских. Это какие-то люди. Эту позицию, какой-то выход из этой позиции можно предугадать? Я думаю, Путин сам удивился, если честно, когда приехал в Европу и понял, что все, что у него происходит в кабинетах Кремля, все известно довольно обычному европейскому таксисту. Потому что у нас очень развиты СМИ, развиты медиа. И, наверное, только Путин верит в то, что там нету российских войск в восточных регионах Украины. Поэтому все на столе, все прекрасно все видят, все прекрасно все понимают. И, базируясь на этом, уже делают свои выводы. С другой стороны, есть выводы, предположения, информация, есть официальные заявления. Если было сказано официально на каком-то уровне, что чего-то нет или что-то не существует, понятно, что принятие другой позиции будет означать, что не принятие ситуации, либо же отказ от своих слов. То есть, если на сегодняшний день мировое сообщество будет нацелено на то, чтобы заставить Россию вывести из Украины своих военных, но при этом Россия не признает, что они здесь находятся. Если Россия будет выводить своих военных, она автоматически признает, что агрессию. Что тогда? Первая разница в том, что Россия говорит, а Запад делает. Ну, на секундочку, что касается НАТО. Наверное, такой переброски, массовой переброски вооруженных сил и техники НАТО на восточные границы Альянса не было еще со времен Холодной войны, со времен падения Берлинской стены и тому подобное. Обама сейчас заявил о том, что 1 миллиард долларов дополнительные перечисляют НАТО. Джон Керри, госсекретарь США, заявил о том, что бюджет, то есть сейчас члены НАТО тратят 2% ВВП своего на оборону. Сейчас эта планка будет поднята, наверное, до 5%. В том числе в переброске сейчас, только официально, на территории ЕС находится приблизительно 60 тысяч военных США в рамках НАТО. И сейчас усиливается группировка на востоке, в том числе и Польша, Прибалтика, Румыния. Перебрасывается десант, тяжелая техника, в том числе сверхсовременные стелс F-16, если вы знаете такую технику. И вот это тоже является большой угрозой для России, почему начал Путин нервничать и почему он приехал в Нормандию. Я, учитывая российский такой, я бы даже сказал, наверное, заносчивость, особую такую, что касается, в первую очередь, событий Второй мировой войны, они бы сказали, что ну какая Нормандия, сколько солдат потеряли вы там. И это уже был фактически завершающая фаза войны, сколько мы потеряли в Сталинграде, под Ржевом, под Киевом, на Курской дуге и тому подобное. То есть мы намного больше понесли жертв, чем понесла Европа. Но тем не менее Путин берет и едет. То есть фактически такие мысли могли быть озвучены, если бы ситуация была, скажем так, более контролируемая, если бы было больше уверенности у России в каких-то своих силах и возможности, простее, отстоять санкции. Путин поехал туда для того, чтобы увидеть хотя бы кого-то из представителей Европы, возможно, пообщаться с нашим президентом, пообщаться с президентом Соединенных Штатов Америки. То есть этот ход был очень невыгоден ему в дипломатическом смысле, потому что Путин сам берет вещи и едет на приглашение французского президента. Это ему было невыгодно, но тем не менее он это сделал. Для того, чтобы прийти хоть к какому-то консенсусу и достичь каких-то результатов, в том числе и чтобы прибыль России все-таки не терялась. С другой стороны, мы знаем о тесных взаимосвязях России и Франции в экономическом и в военном, в этих сферах. Может быть, эта встреча все-таки была организована для того, чтобы и с французской стороны, и со стороны французского президента поддержать отношения? Возможно, неформально мы можем судить о том, что Франция хочет поддержать отношения, потому что вот французы, на самом деле, 36% французов, и это самый большой показатель в Европе, они высказываются против жестких санкций по отношению к России. На втором месте только Германия, потому что французы прекрасно понимают, что происходит, как это может повлиять на их непосредственно экономику. Вот, допустим, Германия, как я уже говорил, товарооборот Россия занимает 11 место, и у Германии в случае разрыва этого, то есть Германия зависима как минимум на 400 тысяч рабочих мест от сотрудничества со своим партнером Россией. Поэтому Франция тоже не очень заинтересована в том, что происходит, тем более, вот мы слышали об этом скандале с Местралями, это военные корабли, в 2010 году после грузинско-российского конфликта был подписан этот контракт, пока мы говорим о двух кораблях, первый будет поставлен уже, это французский корабль, может перевозить 16 вертолетов, танки, тяжелое оборудование. И 450 десанта человек. И один, кстати, один известный российский адмирал, еще в прошлом году он сказал, если бы на нашем вооружении, у нас вооружение было эти Местрали, мы бы закончили конфликт с Грузией не за 26 часов, а за 4 часа. Вот так он высказался. И есть вероятность, Россия об этом уже говорила, что один из Местралей будет направлен в Черное море, и с другой стороны США, европейский, запад говорит о том, что мы бы не хотели, мы вам не рекомендовали поставлять эти корабли. Это по отношению к Франции, да? Да, по отношению к Франции, не поставлять действительно эти корабли. Но там будут большие санкции в случае того, что есть... Контрактные обязательства. Да, контрактные обязательства. То есть фактически есть контракт, сегодня составляет 2 миллиарда евро, и фактически ту же сумму придется выплатить Франции, если она откажется от этого контракта. Уже в этом месяце 400 российских моряков должны будут приехать во Францию для, так сказать, обкатки вот этого первого корабля, который будет поставлен в октябре. Понятие на интерес Франции, коммерческие контракты, которые были опять-таки подписаны задолго до конфликта. Что же касается вопроса в отношении Соединенных Штатов. Перебрасываются войска, военные специалисты, техника, военная помощь, помощь гуманитарная, нелетального характера для Украины в рамках этого конфликта. Спрашивают, в чем интерес США люди? Хороший вопрос. Интерес США, ну здесь на самом деле очень много, очень много и таких, и видимых, и невидимых сторон медалей. Дело в том, что, первое, это, конечно, соблюдение Будапештского меморандума, который, в принципе, он не подразумевает военное сотрудничество между теми, кто подписал его. А второе, это то, что касается безопасности самой Европы. То есть мы фактически говорим, что не только Украина сейчас попала под удар, но завтра танки и российские войска могут оказаться уже на границах Польши. Поэтому сами члены НАТО, сами члены Европейского Союза, особенно в восточной границе, они настаивают на том, поэтому фактически визит Обамы был в первую очередь в Варшаву, они настаивают на том, чтобы им дали максимальную помощь для того, чтобы они могли защититься в случае агрессии. Третий, это очень важный момент, что касается США, надо понять, когда страна претендует на роль мирового лидера, в том числе флагмана НАТО, мы прекрасно это понимаем, у них есть некоторые моральные обязательства перед своими партнерами. То есть, если они декларируют дружбу с той или иной страной и поддержку, они не могут просто взять и оставить страну и сказать, что вот мы не знаем, мы будем оборонять там только свои границы. Вот и все. Поэтому здесь множество, в том числе и моральных, и разных интересов. Если мы будем говорить о помощи военной в рамках сотрудничества с НАТО, в каком-либо ближайшем обозримом будущем мы можем говорить, что Украина будет расширять сотрудничество с НАТО? Если да, то в каких формах? Минимально мы уже сотрудничаем. В первую очередь, то, что мы получаем от Запада, и об этом было анонсировано, было уже направлено фактически нелетальной помощи на 50 миллионов долларов, в том числе эти известные сухие пайки, их было 300 тысяч всего, и 300 тысяч единиц. И стоимость их была порядка 2 миллионов долларов. Также говорят о амуниции, о оптике, о другой нелетальной помощи. Но мы еще должны расследовать, насколько эта помощь была поставлена на восточные регионы Украины, то есть насколько она дошла до наших войск. Не застряли ли они где-то по дороге эти сухие пайки? В том числе и Обама сказал, что еще дополнительные 50 миллионов будет выделено в рамках той же программы. Что касается дальнейшего, то есть я, это мое личное мнение, я считаю, что в контексте, мы помним это заявление Порошенко по поводу ленд-лиза, и если уж Петр Алексеевич сказал об этом, значит ему надо первый свой рабочий визит делать как раз в Вашингтон, и не просить, а требовать и привезти в Украину этот вот ленд-лиз, эту вот помощь для украинских солдат. Потому что я прекрасно понимаю ситуацию, которая происходит на фронте, когда нету просто бронежилетов, вот и все. Это далеко не натовский стандарт. И третье, это естественно украинской стороне надо настаивать на том, чтобы идти на сближение с НАТО, в том числе в рамках восточного партнерства, чтобы и другие страны были вовлечены. И это может быть всевозможные учения, обмен опытом. Мы знаем, что уже наши моряки, которые отказались пресекать на верность России, они уже проходят практику на военных кораблях НАТО. И я думаю, что мы можем просить о карте, о карте членствам НАТО. Ну а можем ли мы говорить, что только НАТО может что-то дать Украине, украинской армии, в частности украинским военным, какой-то опыт, технику? Или же нам есть что привнести в какие-то возможные традиции НАТО самим? Естественно, у нашей армии я общался со многими действительно спецами. И, конечно, есть в первую очередь этот опыт, потому что украинцы, они брали участие в конфликтах в многих там горячих точках, в том числе и в Афганистане. Они, я думаю, наши офицеры, наши эксперты, им есть чем поделиться со своими западными коллегами. И в любом случае есть на чем сотрудничать. Но мы можем даже смотреть, что сами украинские люди этого хотят, потому что до конфликта, если я не ошибаюсь в цифрах, то количество украинцев, которые сейчас выступают до конфликта, и сейчас во время конфликта фактически увеличилось в два или чуть ли не в три раза, которые выступают за то, чтобы все-таки Украина стала членом НАТО. Потому что это безопасность, это коллективная безопасность. Как только эта страна становится членом, идет выполнение пятой статьи Альянса, которая подразумевает то, что в случае агрессии против любого из стран-членов НАТО, а остальные автоматически, остальные страны-члены, они фактически должны помогать всячески, в том числе и военная помощь, не только нелетальные, не только бронежилеты, сухие пайки, либо обещания. Нет, они помогают своим партнерам. Николай, ну а насколько будет вообще корректно говорить о каких-то моральных, этических принципах присоединения, например, опять-таки, Украины-НАТО, именно вот в этот момент, когда в Украине уже существует конфликт, когда существует регион проблемный, в котором ведутся военные действия. Насколько корректно сейчас говорить о присоединении к НАТО? Почему мы не сделали это раньше или не сделать это позже, когда мы завершим этот внутренний конфликт и завершим внешний конфликт с Россией по факту? Я общался с некоторыми генералами из НАТО, и они говорят довольно интересные вещи. Первое, что вы с Польшей начинали фактически в одной позиции 23 года тому назад. У вас был одинаковый уровень ВВП. Наверное, у Украины был самый сильный, в том числе военный потенциал, и политический потенциал, и экономический. Почему Польша уже стала членом НАТО? У нее ВВП в 6 раз выше, чем в Украине. И они полностью, это одна из самых, наверное, это самая успешная страна на сегодняшний день в Европейском Союзе. И почему вы до сих пор, все в это время, так сказать, ваше правительство, ваша власть, она грабила фактически армию. Вот это хороший вопрос. Я не знаю, как наши политики на него отвечают. Действительно, это так. Украинской армии до этого времени, можно сказать, не существовало. То есть, все, что сейчас собирается, это добровольцы, это патриоты, это те части, которые еще, тот небольшой процент, который остался еще со времен Советского Союза. И, естественно, мы сейчас не говорим о членстве. Говорить сейчас Украине о членстве в НАТО, это то же самое, что говорит о членстве в ЕС. На сегодняшний день это невозможно. Но для того, чтобы максимально обезопасить, я бы сказал, что нужно идти, стоит идти на сближение. После этого тоже интересный аспект, что они не давали дорожную карту для Украины, и НАТО было очень такое осторожное, чтобы там очень мнение поделилось в самой верхушке организации. То, что часть говорит, что мы не можем как-то сильно Украину вовлекать до конфликта, потому что это спровоцирует Россию. А сейчас они прекрасно понимают, что еще больше провоцируют Россию, если Украину не вовлекать в альянс. Мы понимаем, что Украина будет вовлечена в альянс именно во время конфликта или же все-таки после завершения? Мы не знаем. Сейчас у нас, насколько мне известно, должны были пройти учения, но они были отменены. Также у нас были учения Сибриз в Крыму, но, естественно, по понятным причинам они тоже не состоятся. Но я думаю, на дипломатическом, на политическом и на экономическом уровне мы должны максимально все-таки идти на сближение с альянсом. И фактически на прошлой неделе мы это уже увидели, оно уже состоялось во время визита Порошенко, во время гарантии помощи и поддержки Украине. Несмотря на то, что пока это не летальная помощь, но не исключаю в случае открытой агрессии России, вполне может появиться западное оружие, западное вооружение. Я не исключаю этого. Что же касается невоенной помощи, взаимодействия ни на экономическом уровне, ни на политическом, на уровне тех же общественных организаций, движения в Европе, есть, которые разделяют, скажем так, судьбу Украины, заинтересованность в том, что происходит, готовые влиять на все эти события? — Хороший вопрос, но здесь есть два аспекта. В первую очередь, естественно, наверное, европейцы, так же самое, как американцы, так же самое, как люди из Ирана, из Китая, тоже, кстати, интересные страны в контексте вот этого конфликта. Может, попозже поговорим. Они сейчас больше всего заинтересованы в сохранении рабочих мест, в образовании, в медицине, в своем собственном комфорте. Поэтому конфликт в Украине большинство, естественно, рассматривает постольку поскольку, пока это не касается их лично. Если мы понимаем, что в случае наложения Германии санкций против России, страна теряет 300-400 тысяч рабочих мест, естественно, немцы будут протестовать. Несмотря на то, сколько бы у них не было друзей, знакомых, и как бы они не переживали за Украину, тем не менее, они будут недовольствоваться тем, что Германия все-таки у них были усложнены отношения с Российской Федерацией. Поэтому, с другой стороны, очень сильно российские СМИ, российская пропаганда, она очень сильно в Европе. Наверное, это самый сильнейший. Опять же, это же Russia Today, RuTV, я не могу точно вспомнить, как этот канал называется, но он очень сильный в Германии. И опять же, то есть пропаганда дается, мы все равно видим эффект пропаганды, российской пропаганды в Европе. С другой стороны, очень сильная украинская диаспора. Когда мы говорим о каких-то каналах информирования, мы понимаем, что, наверное, если можно заявить о том, что канал хорошо стоит там, и его воспринимают, чем вызвано такое доверие? Как оно было построено до того, как началась вестись именно пропаганда при помощи этих каналов? Интересный момент. Я бы сказал, что пропаганда о России в два, возможно, в три раза имеет более эффект, в два-три раза, нежели в США. Потому что, в первую очередь, наверное, исторические связи. Ну, на секундочку, в Германии живет пять миллионов, только официально живет пять миллионов россиян. И их влияние, опять же, влияние российские СМИ. И вот мы знаем, что прошли выборы в Европарламент, они были буквально в один день с нашими президентскими выборами 25 мая. И во Франции победили радикальная партия во главе с Мисс Ле Пен. И она неоднократно высказывалась о поддержке действий России. И она набирает большинство среди Франции, она набирает в Европарламент. Поэтому это говорит о радикализации. Поэтому вот европейцы, они более так скептически ставятся. Это радикализация всего сообщества европейского? Или же это какие-то настроения сиюминутные, вызванные какими-то экономическими реалиями? В первую очередь, Европа имеет намного больше, наверное, проблем, чем США. Поэтому они настолько озабочены. Поскольку у них есть финансовые проблемы. Есть проблемы с незаконной эмиграцией. Есть проблемы, в конце концов, с идеологией. И теперь еще вот этот российско-украинский конфликт еще больше их ограничивает. Который мешает вести бизнес, который мешает, скажем так, заставляет сомневаться в собственной безопасности, придерживании правового поля, соблюдении договоров международных. В этом все настроение. Естественно, ведь мы должны понимать, когда санкции касаются между Россией и Европой, теряют обе стороны. Теряют приблизительно 50 на 50. Потому что, вводя санкции против России, и Германия, и Франция, и главные экономики ЕС, они несут огромные финансовые потери, в том числе политические. Но, тем не менее, они готовы на это идти? Они вынуждены на это идти. Они вынуждены на это идти ради безопасности Европы, и ради того, чтобы предотвратить все-таки эскалацию конфликта. С другой стороны, санкции России против США, ну это просто смешно. То есть, Соединенные Штаты также заявляют о том, что никаких санкций не чувствуют, так же, как и Россия заявляет? Они никак не чувствуют санкций, потому что даже рынок США в России составляет приблизительно 2% от всего товарооборота мирового. Поэтому они санкции, как мы слышали, это известное выражение Маккейна, когда он сказал, когда сенатора объявили, что он является в списке санкций, сенатора США, он сказал, что ну что ж, я потеряю свои акции в Газпроме, и мне придется отказаться от своего отдыха где-то там в Новороссийске, либо в Сочи. Ну то есть, он как-то иронично к этому всему отнесся. Поэтому санкции России против США, ну фактически не играют какого-то эффекта. Они могут насолить Штатом в других направлениях. Николай, у нас буквально осталась минута. Ваше предположение, третий пакет санкций против России, будет ли он введен? Очень хороший вопрос. И я считаю, что он будет введен в случае того, что если российские войска, если российская армия будет обнаружена возле границ Украины и на территории восточных регионов. Мы должны понять, какие выводы из того, что произошло в Европе на прошлой неделе. В первую очередь, Европа поставила условия России. Не Россия ставит условия, а Европа. Первое, это прекратить вооруженный конфликт в Украине. Россия должна прекратить, российская сторона. Второе, это гарантировать поставки газа в Европу. То есть, те же соблюдения своих обязательств. Третье, это сесть за стол переговоров и признать новоизбранного президента Украины. Поэтому будем смотреть, именно от этого зависит, будет ли третья волна санкций, либо нет. Я, если честно, не знаю, какие аргументы может найти Кремль для того, чтобы отказаться от хотя бы одного из пунктов этих требований. Спасибо вам за прогноз и спасибо вам за аналитику. Николай, сегодня в национальном интересе на БТБ мы говорили с нашим гостем, международным экспертом Николаем Воробьевым. Мы говорили о роли Европы и мирового сообщества в разрешении, как можно скорейшем разрешении конфликта между Украиной и Россией. Мы продолжим говорить об актуальном в эфире телеканала БТБ. Меня зовут Николай Матвеев. Будьте с нами. Субтитры создавал DimaTorzok